Михаил Михайлович, активное начало Ростова, быстро пропущенный гол, как возмущило вашу команду, понятно, что это было в вашей плане, быстро пропустить, но сложилось такое впечатление, были разрывы между длиньями, очень много выбеганий, было отрывов у Ростова, чем это было? Мы абсолютно недовольны, как мы начали, по организации, по структуре, именно по нашей организации игры в обороне, всей команды, начиная с группы игроков атаки средней линии, потому что то, что мы нацеливали, такое впечатление, что этот гол внес не какую-то сумятицу в голову наших игроков, Поэтому то, о чем мы проговаривали, мы этими моментами категорически недовольны, поэтому будем разбираться, исправлять Но это зависит от отрезка или вообще все игры? Нет, именно тем отрезком первого тайма, там, наверное, минут 15 по организации, то, что всех игроков, начиная, еще раз говорю, именно по организации в обороне Что у вас? Замена в преживе, приняя его на Миранчука, с чем связано и насколько он себя оправдал? Он оправдал, потому что Миранчук стал атаки разгонять из глубины, он стал мячи получать между линиями, и достаточно удачно нашел договор Но это игровая замена, да? Да И еще вопрос, кроме того, у вас есть какого-то вопроса, сейчас я последний задам вопрос, с клиентом практически Появление Митая в формной зоне тоже, насколько сегодня удалось вписаться? Ну, он же в том матче с Динамо играл в этой позиции, и поэтому достаточно неплохо И сегодня на мяче были хорошие моменты у него, поэтому осваивается И понятно, что какие-то моменты хотели, чтобы было лучше, но с точки зрения организации атаки на мяче Он пытался делать смену направления атаки, то есть хороший момент, именно от него шел так называемый первый пас Спасибо У меня, Наталья Бунтер, Михаил Николаевич, в марте Лакомальтиев очень убедительно победил в Ростове Когда Сюгна забил переменчать, по сути, наибиршем исход встречи Как вы сегодня оценили действия своих лидеров, того же Дзюбы, в лучшем поле, в Генеяево? Моменты были, надо забивать, но футбол состоит не только когда мы на мяче, но когда мы еще без мяча Поэтому нельзя, но еще раз говорю, это вопрос не трех-четырех человек, а организации игры всей команды в целом Потому что кое-какие вещи не получились, и мы недовольны Хотя мы нацеливали именно по организации, чтобы мы были более целостно и сбалансированы Спасибо, если есть вопрос, корей, или про вопросов? А, сразу Круглый вопрос, корей, да? Там парень человек, микрофон Если подводить итог вообще, можно сказать, что наиграли все-таки на гол Или счет не поиграли? Да, это бессмысленно говорить, есть итоговый результат У нас, когда были неудачные матчи, и мы сравнивали Да, много очень дискуссий было на этот счет Есть итоговый результат, поэтому его надо принимать Понятно, что мы расстроены, недовольны И нацеливались на другое Поэтому это все надо сейчас пережить, проанализировать и двигаться дальше Следующий тур на нас уже, начиная с кубка Игорь Брагин, советский спорт Скажите, пожалуйста, у вас, у ваших ребят сегодня не получилось два момента Все понимают, как играет Ростов из обороны То есть, если их накрывать очень плотно и высоко, то могут возникнуть проблемы То есть, здесь надо двигаться и быть командой быстро и физически Рассматривали вы такой вариант сегодня И еще одно наблюдение В первом тайме было два сумасшедших обреза защитников правой зоны Просто выводя мяч из своей штрафной площади, ребята теряют и получают контратаку три сразу Вот с чем это связано и какой у вас, в принципе, был план, чтобы нивелировать преимущество за счет движения мяча у Ростова И вот что не получилось в обороне, и что вы от ребят вообще требовали? Ну вот те моменты, о которых я сказал, которые у нас не расстроены И то, что не получилось, и мы не удовлетворены Это как раз организация игры в обороне Начиная с тем, как футбольник у Ростова начинает свои атаки То есть, первую линию давления, на что бы нацеливали нашу команду, у нас первый тайм не получился совсем Поэтому, хотя в предыдущих кубковых матчах до этого мы достаточно все эти моменты спокойно разбирали И вообще никаких проблем там нам не заставляли Поэтому, еще раз говорю, надо проанализировать, какие вещи, кто из игроков попадал Или системно это было, либо какие-то моменты Но самое главное, что начало матча, третья минута игры, ну, конечно, не имеем То есть, наш штрафной 8 человек, забивая четверо, даем сделать прострел с фланга, даем нанести удар поворотом То есть, конечно, это можно и 10 человек обороняться за линией мяча Но если мы не отбираем, если мы не залезаем в контакт, к сожалению, будем пропускать Поэтому на это нацелим Но, еще раз говорю, это уже констатация факта Мы ни в коем случае не ругаем и не критикуем Мы говорим о том, что мы это надо поправлять и исправлять и двигаться дальше